Всем привет! С вами тестовая лаборатория Oldie Computers и я Владимир Смирнов. Сегодня мы будем тестировать недорогой планшет, главным отличием которого от конкурентов является не совсем обычное соотношение сторон 4 к 3. Хотя непривычно, но конечно только для устройств на Android. Итак, знакомьтесь, Perfio 8506 IPS. Комплект поставки. Сам планшет, блок питания на 2 А с неотсоединяемым кабелем. Кабель для зарядки и синхронизации USB на microUSB. OTG кабель. Таким образом вы получаете возможность подключения к устройству внешних накопителей, манипуляторов, 3G модемов и так далее. Наушники со сменными поролоновыми насадками и краткая инструкция. Внешний вид. Задняя панель. Здесь находится камера с разрешением 2 Мп, отверстие скрытой кнопки Reset и выход внешних динамиков. А также отверстие для карточек с памяти стандарта microSD. На верхнем торце расположена кнопка блокировки переворота экрана, качелька регулировки громкости, кнопка включения, выключения и блокировки. На левом торце мы видим отверстие для наушников, microUSB разъем для подключения зарядки и синхронизации с компьютером, отверстие встроенного микрофона и microHDMI разъем. На передней панели находится еще одна камера с разрешением 0,3 Мп. Под ней экран с соотношением сторон 3 к 4 диагональю 8 дюймов и разрешением 1024 на 768 точек. Выполненный по технологии IPS. Габариты планшета. 202 на 151 на 9,4 мм. Вес 404 грамма. Технические характеристики. Процессор. Двуядерный ROG-чип 3066 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Видеочип Mali-400. Оперативная память 1 ГБ стандарта DDR3. Внутренняя память имеет объем 8 ГБ, из которых пользователю доступно 5,4 ГБ. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi. Аккумулятор литий-ионный емкостью 4000 мАч. Операционная система Android 4.1.1. Включим устройство и начнем с экрана. Как и положено IPS-матрицы, углы обзора очень хорошие. Цветопередача замечательная. Да и яркость неплохая. Что касается встроенного звука, то он слишком тихий. При просмотре фильмов хотелось бы погромче. Про работу интерфейса нужно сказать отдельно. Он совершенно не тормозит. Для бюджетного планшета это просто отличный показатель. Перейдем к тестированию. Для начала квадрант. А пока идет тест, расскажу о результатах тестирования, времени автономной работы. Для этого теста мы выключили все беспроводные интерфейсы, поставили яркость экрана в среднее положение и запустили фильм. В таком режиме планшет продержался 5 часов. Неплохо. Тест завершился и он поставил системе 4083 балла. Следующий тест Antutu Benchmark. Он выставил системе 10959 баллов. Просто отличный результат. Тест встроенной графики Nino Mark 2. Среднее количество кадров в секунду в этом тесте составило рекордные 63,7. Просто супер. Тест Multitouch. Одновременно устройство распознает 5 прикосновений. Ну и наконец реальные игры. Современное 3D идет здесь совершенно без проблем. Подведем итоги. Отличный 8-дюймовый планшет. Прежде всего стоит отметить его огромную для бюджетного решения производительность и неплохое качество сборки. А учитывая хороший экран, получаем замечательный универсальный аппарат по скромной цене. До свидания.